Здравствуйте! В эфире новости Альметьевска. В студии Татьяна Леонтьева к темам дня. Принимается только стопроцентное закрытие заявок, как жилищно-коммунальные службы реагируют на обращения граждан. Об этом говорили на совещании городского актива. Юридическим отделом и потом жилищно-коммунальные службы реагируют на обращения граждан в Штульно. 61 поездная у них главная прозерка. Есть решение, есть лечение. Альметьевские врачи первыми в Татарстане оперировали пациента с помощью метода сакральной нейромодуляции. К этому электроду подсоединяется специальный удлинительный такой проводок. Отдыхать, отдыхай, но правила повторяй. В загородных оздоровительных лагерях проводятся конкурсы по безопасности дорожного движения. Задача этой станции нужно собрать пазл, по итогу которого должен получиться какой-то дорожный знак. С начала года служба 3.0 и открытый Альметьевск приняла около 3,5 тысяч заявок. Большая часть из них решена. Однако удовлетворительным можно назвать только стопроцентное исполнение. На утренней планерке это подчеркнул руководитель исполкома Тимур Нагуманов. Еще говорили о повышении качества работы коммунальщиков и долгах управляющей компанией. В департамент жилищной политики ЖКХ за первое полугодие 2019 года поступило 242 обращения. Самое актуальное из тем – качество предоставления жилищных услуг и содержания общедомового имущества. 129 обращений. На втором месте – начисление платы за коммунальные услуги. 71 обращение. И на третьем – качество коммунальных услуг. 41 обращение. Так жители реагируют на работу системы жилищно-коммунального хозяйства и надеются, что их услышат. Департамент ЖКХ принимает меры. Об этом говорил сегодня директор ведомства Зявдат Сулайманов. За первым январь-июнь 2019 года юридическим отделом и потом жилищной политики по обращению граждан в Штульно 61 выездная у них главная проверка по нарушению права и нормы технической эксплуатации жилищного фонда. И выдано в отношении управляющей компании на устранение имеющихся нарушений всего 44 подписаний. Составлено 4 административных протокола за неисполнение подписаний, а также за распределение законной деятельности муниципального инспектора. Кроме обращений в сам департамент есть еще и служба «Открытый Альметьевск». С начала года диспетчерам поступило более 3,5 тысяч заявок. Выполнено более 3,3 тысяч. Но задача перед управляющими компаниями в этом случае ставится только на стопроцентное удовлетворение потребностей жильцов. Об этом высказывался и руководитель исполкома Тимур Нагуманов. Наша самая задача заставить их, чтобы они не плевали, а заявки от населения исполняли в стопроцентном режиме. А вообще стопроцентно должна быть цифровой партии, тем более там же видно цепочку, сверху вниз, что произошло. Если они не исполняют на стопроцент заявки населения, значит они свою работу не делают эффективной и качественной. Это повод наш, однозначно, для того, чтобы в дальнейшем, если они не разиваются, обращаться за помощью жилищных инспекций, прокуратуры и всех контролирующих органов. Мы за то, чтобы их наказывать, мы за то, чтобы заставить их идти на работу. Одной из самых насущных проблем для многих районов республики являются долги за жилищно-коммунальные услуги. И здесь речь идет не только о добросовестности жильцов, но и о корректности управляющих компаний. В июне этого года проведена контрольная сверка задолженности со специалистами Минстроя Республики. На основании корректировок задолженность населения города на 1 июля 2019 года составляет почти 540 миллионов рублей. Наибольшие суммы задолженности сможем с управляющими организациями от 30 до 40 миллионов рублей в каждой из УК «Надежда», ЗСЖ, ТЭН, «Инновация», «Успех», «Союз». От 20 до 30 миллионов рублей в каждой из управляющих компаний «Седьмой», «Нук Комфорт», «Жилу-10», «12». От 10 до 20 миллионов рублей в каждой из управляющих компаний «Первый поселок», «Альянс», «Лачин», «Жилу-13», «Управдом», «Инноватор». Уменьшение задолженности перед ресурсоснабжающими организациями сегодня является приоритетной задачей для департамента ЖКХ. Также Зявдат Сулайманов рассказал о проведении капитального ремонта жилых домов в ежегодном конкурсе на лучший двор подготовки к отопительному периоду. Альметьевские врачи первыми в Татарстане оперировали пациента с помощью метода с окрайной нейромодуляции. Этот инновационный для республики метод способен избавить от страданий людей с тяжелыми формами нарушений работы мочевого пузыря. По приблизительным данным, подобные проблемы имеют тысячи жителей республики. Это маленькое устройство играет огромную роль. Оно способно излечить людей, имеющих тяжелые формы нарушений мочи и спускания. Первым пациентом в Татарстане, которому имплантировали этот аппарат, стал 40-летний житель Альметьевска. Он страдает от этой патологии около 15 лет. Для него эта операция – последний шанс на полное выздоровление. Просто он обошел всех специалистов, каких мог здесь, в Казани. Он бы лечился в Москве во всех клиниках. Это его единственный шанс в общем. Метод, которым воспользовались альметьевские врачи, называется сакральная нейромодуляция. Медики вживают пациенту маленький электрод вблизи сакральных нервов. Он раздражает нервные волокна и тем самым обеспечивает работу мочевого пузыря. Эта методика состоит из двух этапов. На первом этапе к этому электроду подсоединяется специальный удлинительный проводок, выходящий на кожу. И у пациента осуществляется наружная стимуляция. И в течение двух, трех, четырех недель мы оценим эффективность лечения. Если симптомы улучшаются более чем на 50%, то тогда это уже показание к тому, что к этому же электроду прикрепляется батарея-генератор. И эта батарея-генератор будет вместе с электродом находиться под кожей. Еще недавно такое лечение было доступно только за границей. Сейчас его внедряют и в России. Поскольку само устройство стоит от 12 тысяч долларов, проводить подобные операции массово станет возможным при их включении в список операций, которые оплачивает система обязательного медицинского страхования. Врачи настроены положительно и уверены, что такое развитие событий вполне реально. Правила дорожные знать каждому положено. Об этом ребятам регулярно напоминают сотрудники ГИБДД и территориального управления безопасность дорожного движения. Конкурс под названием ПДД «Правила дорога. Дети» прошел в оздоровительном лагере «Юность». Ребята не просто повторили правила дорожного движения, но и отправились по станциям. Где их ждали непростые испытания и задания. О том, что важно знать правила дорожного движения, известно каждому. Но еще важнее всегда их выполнять. Ребята, отдыхающие в оздоровительном лагере «Юность», решили отправиться в увлекательное путешествие по станциям правил дорожного движения. Подобные мероприятия мы проводим с целью предотвращения детского дорожного травматизма. На станциях ребят ждали непростые задания, где требовалось применить знания по правилам дорожного движения, преодолеть препятствия на самокате, разгадать кроссворд, нарисовать блокад и самостоятельно собрать дорожный знак. Задача этой станции – нужно собрать пазл, по итогу которого должен получиться какой-то дорожный знак. Из-за этого детям понимают, какой знак, и учатся правилам дорожного движения. На станции «Светофор» ребята столкнулись с необычной задачей. Слушая стихотворение, они должны были посчитать, сколько раз там употребляется буква «Р». «Светофор на этот раз показал зелёный глаз, подмигнул и говорит, ехать можно, путь открыт». «14 или 13?» Обучение детей правильному поведению на дорогах необходимо начинать с раннего возраста. Однако не каждому взрослому удается донести до ребёнка элементарные знания о поведении на проезжей части, на остановках и в транспорте. Поэтому такие конкурсы – это хорошая возможность напомнить ребёнку о важности соблюдения правил безопасности. Каждый ребёнок должен знать, как он должен вести себя на дороге, то есть переходить через пешеходные переходы строго по «Светофорам», что дети не должны кататься по проезжим частям на велосипеде. Это очень актуальная тема. Среди отрядов были выбраны лучшие знатоки ПДД. Третье место в конкурсе на знание правил дорожного движения досталось ребятам из восьмого отряда. Второе место у ребят из третьего отряда. А наиболее отличились ребята из первого отряда. Также были названы лучшие в конкурсе «Домашние задания», где дети представили плакаты на тему дорожной безопасности. Были определены по два лучших плаката в отрядах младшей и старшей группы. Лучшими среди младших отрядов стали работы восьмого и десятого отрядов. Среди старших – плакаты первого и пятого отрядов. Ангелина Хабибулина, Ильшат Бахтиев, Альметьевск ТВ. К происшествиям ДТП случилось на Загородном шоссе. 28 июля примерно в 16 часов на 18-м километре автодороги. Альметьевск-Лениногорск водитель автомобиля «Тойота Ярис» двигается со стороны Минибаева в направлении Лениногорска. По предварительным данным не выбрал безопасную скорость. Не справился с рулевым управлением, отчего автомобиль опрокинулся в кювет встречного направления. Еще одна информация. Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан совместно с международной компанией КПМГ в августе-сентябре этого года в Казани впервые проведет программу «Экспортный акселератор» для субъектов малого и среднего предпринимательства. Ранее не осуществлявших экспорт, акселератор предоставляет бизнесу уникальный шанс не только вывести продукцию на экспорт, но и получить экспертную поддержку на каждом этапе. Участие в акселераторе для всех участников бесплатно. Для подачи заявки необходимо заполнить анкету на сайте Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан до 8 августа. Это еще не все новости. Смотрите далее. Картина и галерея размером в целый город. В Альметьевске продолжаются велоэкскурсии в рамках паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках». В Альметьевске продолжаются велоэкскурсии в рамках паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках». Каждые выходные альметьевцы, велолюбители и гости города отправляются в музей под открытым небом. Так можно назвать веломаршруты, на протяжении которых велогиды знакомят зрителей с муралами. Это картины, которые на стенах домов изобразили художники со всего мира. Основная цель проведения таких выездов – вызвать интерес молодежи к истории родного края и показать, что жизнь в небольшом городе тоже может быть интересной и насыщенной. Минувшие выходные гид программы Александра Малафеева рассказала участникам о жизни татарского народа и связи между историей Татарстана и историей России. Я считаю, что проект «Сказки о золотых яблоках» очень актуален, потому что это не только является украшением нашего города, и наш город становится ярче, но также и жители города Альметьевска, они узнают о родной земле, о художниках, о современных направлениях в искусстве. Действительно, город прям хорошеет с каждым днем, растет. И вот хотим еще узнать что-то новое, говорят, там что-то появилось на родящего. Вот хотим еще и это посмотреть, увидеть. Действительно, в город заезжаешь и прям вот сразу окунаешься в историю, вот это оливба, то, что на строителей, вот это наша история татарской письменности. В общем, хотели еще больше узнать. Во время велоэкскурсии участники посмотрели муралы «Обед», «Котлыблсен», «Теория происхождения нефти», «Оливба» и «Реконструкцию неба». Велоэкскурсии будут проходить в нашем городе до 22 сентября. Альмейцевцы могут найти себе пушистого друга. В городе продолжают проходить выставки раздачи питомцев. Пристраивают животных в хорошие руки волонтеры движения «Подари жизнь». На одной из выставок побывала и наша съемочная группа. В семье Ганеевых пополнение. У них появился пушистый красавец черно-белого окраса. Питомца они взяли на выставки раздачи волонтерского движения «Подари жизнь». Увидела в переходе объявление о том, что будет выставка такая раздаваться. Котята давать возможность им жить в семье. И вот решили прийти сюда и взять отсюда котенка. Выбрали себе симпатичного красавца-мальчика. Вот, везем домой. Таких счастливых хозяев за годы работы волонтеров набралось немало. Но животных, которым необходим дом, все равно больше. Поэтому такие выставки раздачи проходят в городе регулярно. На этой более десятка животных. В основном маленькие котята с мамами. Всех их нашли на улице. И теперь стараются найти им дом и любящего хозяина. Подкидывают в подъезды, подкидывают к магазинам. Просто собираем брошенных животных. Сейчас тем более лето, холодно, дожди. И маленькие котята могут заболеть. Волонтеры обрабатывают животных от паразитов, прививают и тех, кому более шести месяцев стерилизуют. Все это стоит денег, а потому движению нужна и материальная поддержка. Самый простой способ помочь – просто прийти на выставку. Также с волонтерами движения «Подари жизнь» можно связаться через социальные сети. 10 августа в Альметьевске пройдет общегородской спортивный фестиваль «Я выбираю спорт». Он приурочен ко Дню физкультурника. В программе фестиваля соревнования по десяти с лишним видам спорта. Это зрелищные футбольные матчи, соревнования по легкой атлетике и эстафеты, бои на боксерском ринге и состязания среди борцов. Желающие смогут попробовать себя в настольном теннисе и бадминтоне. Здесь же пройдут всероссийские конноспортивные соревнования по конкуру, спортивные состязания для семей с детьми. Также гостей фестиваля ждет знакомство со множеством других видов спорта. Не спортсменам тоже будет чем заняться. Для зрителей готовят обширную развлекательную программу. Концерт, розыгрыши призов и даже фестиваль кваса. С удовольствием приглашаем всех жителей города, потому что здесь же мы проведем среди всех присутствующих розыгрыш ценных призов, что всегда приятно уйти с праздника с подарком. И, соответственно, любой желающий сможет принять участие в нашей развлекательной программе, познакомиться с видами спорта, которые вообще представлены в нашем городе. И еще одна информация. Только пять дней с 7 по 11 августа в Альметьевске пройдет праздничная всероссийская ярмарка. Фермерские хозяйства предлагают натуральные продукты, рыбные и мясные деликатесы, сладости, чаи, специи, сыры, бесплатную дегустацию меда. Творческое объединение товаропроизводителей и мастеров России представит одежду, трикотаж, головные уборы, товары для дома и здоровья. Ярмарка расположена по адресу улица Ленина, 128, мобильный павильон у гипермаркета «Эссен». А теперь узнаем, какая погода ожидает нас в среду. 7 августа в Альметьевске ожидается пасмурная погода. Утром и днем будет идти дождь. Ветер северо-западный порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов, днем 15. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Заходите на сайт Альметьевск ТВ. Там вы найдете еще больше новостей и все выпуски наших передач. А написать нам можно через наши страницы в соцсетях. Делитесь историями, рассказывайте об интересных героях, задавайте вопросы. Будем делать новости вместе. А на сегодня это все. Прямо сейчас в эфире передача «Альметьевск спортивный». Ее ведущий Тимур Туманов побывал на тренировке по стретчингу. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова